Здравствуйте, дорогие любители математики! Я, Джураева Негора, рада тому, что опять могу встретиться с вами. Сегодня наш урок посвящается понятию обыкновенных дробей. Обыкновенные дроби это одно из самых важных понятий математики. Еще с древних времен всех интересовало понятие обыкновенных дробей. Дроби считаются одним из самых важных понятий математики. Что такое дробь и чем они отличаются от других чисел, мы рассмотрим с вами следующие три квадрата. Первый квадрат, обратите внимание, он полностью закрашен. Второй квадрат закрашен наполовину, а в третьем квадрате закрашена только одна четвертая часть, то есть четверть. Вот эти части, которые закрашены, в математике обозначаются через дроби. Так как первый квадрат полностью закрашен, мы обозначаем его как единицу. Всегда одно целое в математике обозначается через единицу. А во втором квадрате этот квадрат разделен на две равные части и половина закрашена. Половина закрашена, мы это обозначаем как 1,2. То есть разделили квадрат на две равные части, взяли одну из этих частей. Точно так же в третьем рисунке наш квадрат разделен на 4 равных частей и закрашена только одна часть. Вот это называется в устной речи четверть квадрата, а в математике это обозначается как 1,4 часть. Чтобы выразить части целого, в математике применили понятие дробей. Как вы обратили внимание на нашу первую задачу? Там была задача на квадраты, то есть мы эти квадраты разделили и закрасили некоторые части. Итак, что такое дробь? Дробь это число, которое используется при выражении каких-то частей, поэтому дробь обозначается следующим образом. Числа вида А, деленное на Б, называются обыкновенными дробями. Вот это и есть простое определение обыкновенных дробей, где А и Б являются только натуральными числами. Вместо знаменателя нельзя ставить цифру 0. Как называются компоненты дроби? Число, которое стоит сверху от черты, это называется числителем дроби. Число, которое стоит снизу от черты, это называется знаменателем дроби. Сама черта называется дробной чертой. Это означает деление, то есть взяли число А, разделили на число Б. Из этого выходит такой вывод, значит при делении натуральных чисел могут получаться дроби. Что такое дробь? Дробь это значит разделили целое на несколько равных частей и взяли этих частей то количество, которое указывается в числителе дроби. Итак, вот эти числа 1, 2, 1, 4, это самые простые обыкновенные дроби. Обыкновенные дроби читают так, относительно числителя заканчивая знаменателем. То есть 1, 2, 1, 4. Понятие дробей часто применяется при вычислении суммы нескольких частей. Поэтому дробь это есть доля или сумма нескольких одинаковых долей. Чтобы вырезать дроби, нужно целое разделить на равные количества. Как вы обратили внимание, знаменатель равен 7. Это значит целое разделили на 7 равных частей и взяли таких 4. Или можно записать это следующим образом. То есть в виде суммы 4 дробей со знаменателями 7, а в числителе в каждой дроби участвует единица. То есть 1 седьмая плюс 1 седьмая плюс 1 седьмая плюс 1 седьмая. Это равняется 4 умноженное на 1 седьмую. Итак, любую дробь вида А деленная на Б можно вырезать таким образом. А умножить единица деленная на Б. То есть числитель умножается на одну часть, на которую разделили все целое. Этот способ записи дробей часто применяется при решении задач на нахождение части целого. Обратите внимание на следующее тестовое задание. Длина всей дороги 45 километров. Рабочие отремонтировали 7 пятнадцатых частей всей дороги. Какова длина отремонтированной части дороги? Что нужно сделать для решения этой задачи? Для того, чтобы решить эту задачу, мы должны сначала найти, какова длина каждой части этой дороги. Так как у нас вся дорога разделилась на 15 равных частей. Вот это число, то есть всю длину дороги делим на число, указанное в знаменателе дроби. 45 разделим на 15. Получается 3 километра. Это есть длина одной части. От таких частей было взято 7. То есть 7 частей было отремонтировано. Теперь 7 умножаем на 3. Получаем 21 километр. Это есть какова длина отремонтированной части дороги. Значит отремонтировали 21 километр всей дороги. А этот ответ указан у нас в ответе С. Такие задачи часто встречаются. Чтобы решать такие задачи, всегда обратите внимание, на какие одинаковые доли была разделена вся целая часть. Открытием понятия дроби, понятие множества чисел было увеличено, потому что дроби это отдельные числа. Они называются дробными числами. Дано разрешение при делении натурального числа на натуральное число. Всегда при делении натурального числа на натуральное число есть конкретно ответ. И этот ответ может выражаться через дроби. На все теоретические вопросы математики можно дать ответ. Эти ответы могут выражаться через дроби. В отличие от других чисел обыкновенная дробь делится на виды. То есть на правильную дробь и на неправильную дробь. Что такое правильная дробь? Правильной дробью называется дробь, у которой числитель меньше, чем знаменатель. В данном случае, если а меньше, чем b, то а деленное на b называется правильной дробью. Почему эта дробь называется правильной? Потому что мы делим меньшее число на большее. Поэтому так принято, что называть эти дроби правильными. Следующие дроби могут быть примерами для понятия правильных дробей. То есть 3 четвертых, 3 меньше, чем 4, 7 десятых тоже являются правильной дробью, потому что 7 меньше, чем 10, 1 девятнадцатая тоже это пример правильной дроби, так как единица меньше, чем 19. Из определения правильной дроби можно составить определение неправильной дроби. Неправильной дробью называется дробь, у которой числитель больше или равен знаменателю. Вот в этом случае, если а больше, чем b, тогда дробь а деленная на b называется неправильной дробью. Почему эти дроби называются неправильными? Потому что их как бы перевернули. Большая часть оказалась на числителе, а меньшая в знаменателе. Поэтому принято их называть неправильными дробями. Следующие три дроби являются примером для неправильных дробей. Три вторых, 3 больше, чем 2, поэтому эта дробь называется неправильной. 7 пятых, 7 больше, чем 5, поэтому эта дробь называется неправильной. Точно также 25 больше, чем 11, поэтому эта дробь называется неправильной дробью. Правильные дроби обладают следующими свойствами. Целая часть любой правильной дроби равняется нулю. Почему так? Так как дробь это означает деление, а правильная дробь это когда числитель меньше, чем знаменатель. То есть у нас получается делимое меньше, чем делитель. В итоге в частном там получается ноль. Это есть целая часть. Поэтому у любой правильной дроби целая часть равняется нулю. Также любая правильная дробь обладает следующим свойством. То есть любая правильная дробь меньше, чем единица. Это как будто бы логическое продолжение первого свойства. То есть меньшее число делим на большее. Итог, в частном получается число меньше, чем единица. Следующее свойство касается только неправильной дроби. То есть любая неправильная дробь больше, чем единица или равна единице. Так как неправильная дробь это дробь, у которой числитель больше знаменателя, то мы делимое оказывается больше делителя. А в частном получается число, которое больше, чем единица. Поэтому неправильная дробь, она больше, чем единица. Если у дроби числитель равен знаменателю, то значение такой дроби будет равняться единице. Поэтому это свойство можно спокойно употреблять. Но есть еще одно свойство, которое я приведу устно. Это значит, любая неправильная дробь больше любой правильной дроби. Или же любая правильная дробь меньше, чем любая неправильная дробь. Эти утверждения часто можно применить при сравнении дробей. Когда мы сравниваем дроби, обратите внимание, какие эти дроби правильные, или неправильные дроби. Тогда будет легче их сравнить. По полученным знаниям рассмотрим следующий пример. Даны несколько дробей, нужно выделить отдельно правильные дроби, неправильные дроби, целые числа. На что будем мы обращать внимание? Теперь по определению правильными дробями называются те дроби, у которых числитель меньше, чем знаменатель. К этим принадлежат первая дробь 7,17, поэтому мы тут обозначаем, это принадлежит к этому множеству. 1,16. Единица меньше, чем 16, поэтому вторая дробь тоже относится к группе А. Также к этой группе у нас не относится никакой из этих дробей. Дальше рассмотрим третью дробь. Третья дробь это 7,7, то есть числитель дроби равен знаменателю, то такие числа равняются единице, поэтому эта дробь относится к группе С. Посмотрим четвертую дробь, 52,23. У этой дроби числитель больше, чем знаменатель, поэтому эта дробь относится к группе В, поэтому пишем В. Пятая дробь это 310,204. У этой дроби тоже числитель больше, чем знаменатель, то есть это неправильная дробь, поэтому она относится к группе В. Шестая дробь это 8,4. 8, если разделить на 4, получается целое число равное 2, поэтому эта дробь относится к группе С. Точно также 48, если разделить на 16, получается 3, то есть целое число. Это тоже относится к группе С. Как вы обратили внимание, определить правильные от неправильных дробей очень легко. Все время нужно учитывать, какая часть окажется больше. В понятиях обыкновенных дробей также участвует понятие смешанного числа. Что такое смешанное число? Смешанным числом называется сумма натурального числа и правильные дроби. Для чего было введено понятие смешанных чисел? Очень много задач решаются с помощью смешанных чисел. Рассмотрим одну из таких задач. Пусть на тарелке лежит 7 яблок. Мать разделила вот эти 7 яблок между тремя своими детьми. Какой итог будет? Допустим, что нужно разделить 7 на 3. 7 на 3 без остатка не делится. У нас получается у каждого ребенка по 2 яблока и 1 половинка. Вот чтобы вырезать вот эту половинку, с целой частью было принято ввести понятие смешанных чисел. Итак, смешанное число, как мы повторяем, это сумма натурального числа и правильные дроби. Рассмотрим пример. То есть сумма натурального числа 5 и просто правильные дроби. 5 плюс 1 четвертая. Это мы пишем вместе. Это читается как 5 целых 1 четвертая. Здесь 5 это есть целая часть смешанной дроби. 1 четвертая это называется ее дробной частью. При выполнении действий над смешанными числами часто применяются такие способы, как переход от неправильной дроби в смешанное число, либо обратно от смешанного числа переходим в неправильную дробь. Как это выполняется? Рассмотрим первый случай. Как переходят от неправильной дроби в смешанное число? Чтобы перейти от неправильной дроби в смешанное число, достаточно числитель неправильной дроби разделить на знаменателе. Дан пример 75-14. Нужно перевести это смешанное число в неправильную дробь. Что мы делаем? 75 столбиком делим на 14. В частном получается 5, и остаток равен 5. Частное – это есть целая часть нашего смешанного числа. Знаменатель остается неизменным, а вот этот остаток равен 5, он равен числителю. Итак, 75-14 – это есть 5,514. Итак, можно любую неправильную дробь перевести в смешанное число. Достаточно разделить числитель к знаменателю. Точно так же можно перейти от смешанного числа в неправильную дробь. Что нужно сделать для этого? Для этого нужно целую часть смешанного числа умножить на знаменатель, и все это сложить в числителе и все оставить. Например, 3,17 требуется перевести в неправильную дробь. Что мы сделали? 3 умножаем на 7 и прибавляем к единице. И всю эту сумму пишем в числителе дроби. Получается 22, а знаменатель остается неизменным. Поэтому 3,17 – это равняется следующей неправильной дроби, то есть 22,7. Вот эта формула – это формула перехода от смешанного числа в неправильную дробь. То есть а целых б деленное на с – это есть. В числителе пишем произведение а, с и сумма б, а знаменатель остается неизменным. Эти переходы часто применяются при выполнении произведения и деления над смешанными числами. Когда мы умножаем или делим смешанные числа, сначала их нужно перевести в неправильную дробь, а потом выполнить указанные действия. А как выполняются вот эти действия, мы будем с вами рассматривать в следующих наших занятиях. На этом наше очередное занятие подходит к концу. Мы сегодня с вами прошли тему обыкновенные дроби, правильные дроби, неправильные дроби, смешанное число, переход от неправильной дроби в смешанное число и обратно. Я вам желаю огромного трудолюбия, больших успехов в изучении математики. Также вы можете проверить свои знания, полученные на наших уроках, в указанном на экране сайте. Желаю вам всего доброго, до свидания.